Его звали Геральт из Аривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот, наверное... Это наша ведьмачка, я только сейчас подумал. Она, наверное, даже не в курсе, что у нас на базе есть три с Мериголь. Такая, ёпра, с этой магичка, что просто ни одна с ней не сравнится. Ну, из тех, что я знаю. А знаю я, как знаете, немного. Так что... Как с детским? Ну, хотя, ладно, я книги читал. Там, я ещё одну знаю. И знаю, то, что они ещё принадлежат какому-то там супер-мега-клану, который супер-мега-крутой и всё дело. Здорово. Есть минутка, поговорить надо. Есть минутка. Поговорить надо. Так говори. А... А что ты сам думаешь о всей этой погоде... За меня ведьмак скажет. Мне платят за то, чтобы я находил дорогу, а не за мои суждения. Ладно. Тогда ответь мне, как охотник. Да. Ну-ка. То, что они говорят, правда? Она чудовище? Я отвечу, как Айн Сейтхе. Зло может иметь множество обличий, даже приятных глазу. Я давно иду по следу этой девчонки. Я видел множество признаков жестоких убийств. Видел жестоко покалеченных, кого с тем же успехом можно было считать живыми мертвецами. Таким. А ты ответь на такой вопрос. Трупы и кровь, они отличаются от тех, что оставляют за собой обычные люди? Я защищал от вас доль блатанна. Я знаю, на что вы способны. Я бы не считал, я защищался блять. Когда меня спрашивают, является ли кто-то человеком или чудовищем, я могу лишь пожать плечами. До встречи. Понятно. Ладно, черт с ним. Там еще что-то можно спросить. Но мне не до этого, мне надо бежать к нам. О, меня поведут эти, скажите. Да? Все, я понял, короче. Это дорога не из хлебушка. Из хамуха. Ну, короче, вы поняли, да? Это дорога из волчьих алоэ, геноцида и болис. Че? Да бля, какой нахрен еще скалопендрамор? Серьезно. Мы близко к нашей базе. Тут вообще никаких скалопендраморов близко должно не быть. Они еще забыли. Смерть свою. Медец вам, короче. Сейчас, погоди. Погоди. Насрать медальон. А, медальон ведь можно было настраивать для того, чтобы находить места силы. О, я молодец, короче, вспомнил. Я ведь как огурец. Точно ведь медальон-то перенастраивается. Пенец, короче. Конечно, че бы не. Я в предыдущей серии че-то вспомнил, или в позапрошлой, че-то вспомнил, что можно делать. Такой, ну да, думаю, че бы не вспомнить-то под конец-то уже игры. А сейчас я вспомнил. Ну, не вспомнил, игра меня навела на мысль о том, что, а тут вот еще че можно. Ну ладно, у тебя деньги есть? А че здесь труп-то делают, алло? С алмазами. Слышь, ты, богатый труп. Еще и скелет. Слышь, мне прийти надо. Серьезно, в скелете что-то есть? Ну-ка, давай-ка поройся в твоих костях. Отлично. У тебя было в тазобедренной кости кое-что, то, что мне пригодится. Надеюсь, он был не против, то, что я покопался его в останках. Да, хотя его на сорт... Так, а скалопедра, может, у нас невидимый, или он вообще не будет лазить? О, ёпа. Слышь? Блёдь, ты че, дурак, что ли? Слышь, ты где? Алло? Не то, не то, не то. Все верно. Не люблю скалопедра, может, за то, что они нахрен упрыгивают, и потом по ним хрен походешь. Вот я вроде ударил, а его нет. Все, сдох. Слава богу, Яночка. Ох, хорайте в нить. Че там пишет? Гена... Генатия? А, че, не генация? Че, не генацид? Слышь, волк. Я не понял, здесь че, рассадник? Монта, монстра, что ли? Я понял. Знаете, почему мы сюда поселились? Потому что здесь есть для нас работа. Мы стаи... О, слышь. Там вожак стаи. А тут, а там Ламберт. Алло. Ага. А, думаю, я его не замечу. Сейчас я его замечу. Сейчас я даже подойду к нему. Останк. О, э, блин. О, нет, ты же медленно говорящий. Привет, волк. Здорово, Ламберт. Кто еще зимует? Весемир Эйскель. И еще. У нас гости. А че, ты медленно говоришь? Видел, Ламберт. А, не ты же медленно говоришь. А что ты здесь делаешь? Слежу, чтобы они держались подальше от Каэр Морхена. Наши гости не пытались проникнуть в Каэр Морхен. Появлялся тут один расфуфыренный баран, столы свиты и краснолюдов-телохранителей. Естественно, я их не пропустил. Ну ладно. А, давай. Ты в курсе, что у них охранная грамота от самого короля Хенсельта? А мне все равно. Это Каэр Морхен. Здесь королевские указы ничего не значат. Слава богу. Надеюсь, им ты этого не сказал. Не успел. Появились архиспоры. Они тут расплодились за лето. Ты знаешь, что они растут на могилах убитых? Видно, ветром занесло споры. Их теперь полным-полно в округе. Архиспоры? Как будто ни было, краснолюды быстро увели своего господина, как только появились растения. С тех пор никто не появлялся. Спасибо. Блядь. Слышь ты, архисп... Ебисковая. Он там с кем-то еще делится? А, архиспоры. Отлично. Мы, получается, пока говорили, нас коцали. Я тебе помогу. Я тебе не помогу. А, не помогу. Смотри, как я умею. Чего он такой живучий, да? Ложак ставь, блядь? Архиспорище? Ты видал, как ему плохо стало? Я пособираю тут разную фигню. Останки тут, короче. Это... А, это волки. А, ты волков убил, волков. Ни хрена ты, короче, тут в одного можешь что делать. Какие умные, молодцы. А тут дед вожак стаи был. И я должен его найти. Я должен убить вожака стаи. Я не могу бить это. Моя жизнь будет... Пуста. Если я не убью вожака стаи... Алло! Слышь? Я тебя видел, ведь. Не думай от меня скрываться. А где эта скотина? Это чё? А, это... Это фигня, которую я, в принципе, сейчас не могу знать, потому что... А где... А где вожак-то? Стай. Я его видел. И вы его видели. Мы все его видели. Там опять, короче, геноцид. О, круг стихий. Ооо, прикиньте! Я не зря сюда пошёл. Эээ... Где-то в жопе. Переступим. Ласточки на зелье. Ооо, у меня, короче, ветерок теперь. А, то есть, туда проход есть. Охренеть теперь. Серьёзно? А это хорошо, но мне надо тогда... Эээ... Скажите, его же кастаи убить? Вы. Перед тем, как идти туда. Охренеть тут, короче, место. Эээ... Это самая открытая локация. Серьёзно. Надо было, короче, пойти сначала ваш кастаи убить. А то он просто даст задание там ваш кастаи. Типа, ооо, сходи, справься. Я там не могу. Я же там... Ламберт. Адам Ламберт. Я пою... И фахед ю! Та-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тан! Ему не до этого. Не до драк. Опа. А, это на другой стороне. О, я ещё идти не собрал. С этого. Так, где уже кстай? Слыш, Ламберт. Спасибо, Волк. Я, конечно... Не за что. Волк! Они говорят, что в крепости девушка. Да, но тебе лучше поговорить об этом с Эскелем. А при чем здесь Эскель? Дейдра утверждает, что она с ним связана предназначением. А Эскель, вместо того, чтобы с ней разобраться, отправился в шахты биться с чудовищем. А, понятно. Где Весемир? На Нижнем дворе с девчонкой. Понятно. Пиндерсом, короче. А где у нас Атрис? Что-то я не въезжаю. Что, Трису это все не... Алло! А где вожак стаи-то? Не, ну я определенно его видел. И это был не глюк. Ладно, это был глюк. Все, короче. Откопайтесь от меня. А, Болис на той стороне. Все на той стороне? Я побежал, короче. Вдаль. А где вожак стаи-то? Я еще офигеваю. Ты что, Лампер, там убил без меня, что ли? Иди пой. Че, убивать он будет моих тварей. Так, пошли туда наверх, когда тут еще кто-то жить может, там вон... Это антенна? Серьезно, у нас есть связь? А чего мы не бегаем с рациями? Мужики, это вы серьезно облегчило нам жизнь. Че это? Че это? А, ну, зашибись, такое место. Отлично. А, кстати, еще, ребята, у меня возникает один вопрос. Вот смотрите, мы видим круг стихий, другие люди видят круг стихий, а они не... А, ёп, я в чем-то... А, ну, тут же не пройти, да? Они не могут случайно подобрать эту стихий тоже чем-нибудь обладеть? Не надо, нет. Я тут пройду? Нет! Слышь! Как? Серьезно, по такой воде? Мне пройти? А, ты дурак, надо было сначала сюда тыркнуться. Давайте еще раз возьмем. Слышь. А, нам нельзя больше плачать. У нас уже тебя есть, поэтому нельзя. А ты че сюда подошел? Я ж тебя убью. Ладно, побежал я, короче. Столько времени потратил, когда бы я сюда пустую. Сейчас, короче, зелье надо будет жрать, чтобы в темноте видеть полной. Кстати, у меня же есть эта фигня, я помню. Пятая это офигенная штучка, я помню. Да-да-да. Я не забыл. Я не... А, три это тоже офигенная штучка. Я там ставлю фигуины на земле. Вообще, блин, просто я... Я ведьмак. Тебе нормально тут как бы... Оттуда как я прийти... А, тут дорожка что-то должна, да. Там-то без дорожки никак не прийти. Там бездорожье. Конечно, там бездорожье. Там бездорожье. И нас, дорожье, короче говоря. Так, куда мы идем? Бориса меня заводит в том направлении. Кстати, серьезно, тут дорога из этих Борис, блин, была очень удобная. А тут дорога из голосов. Серьезно, у меня наушники такие, я не должен ничего слышать снаружи. Единственная проницательная вещь, которую я слышал, это Ор Мелкого. Серьезно, как он орет так? У него просто ультразвук. Ультразвук. Потому что вот зашла сейчас на лавковом, и я серьезно, вот что она делает, я не слышу. Мне кажется, даже если она сейчас споет пронизительным голосом, я не услышу. Зато, зато Мелкого я услышу. Нет, что-то такое тихое, я слышу. О, Волк, во, здорово, Волк, еще один Волк. Я сам с собой буду траться, вы понимаете? Тут размножение меня. Нихрена там Волков-то, э! Слышь, ты что меня увидел? Как ты меня увидел? А, ты, ты у Вёртки, я понял. А с каких это пор? Пёр. С каких это пёр, Волки стали силовыми атаками бить. Сыщ, ты, ты, что такое ворота? Короче, рядом с Кайромархеном какие-то муханты, короче, живут, я понял. Они, они ему... А, Ламберт, я... Видали, как Ламберт мне помог? Он пристал, постоял на другом конце берега. На другой стороне берега. Когда я убил Волка, он сел. Ламберт, если б я мог показать тебе палец вверх, я б тебя сейчас поднял, показал и сказал спасибо. Твоя помощь была неоценима в этой битве. Йоу, Могарёк, ни хрена волков там. Так, их тут два. Значит, я буду применять супер-мега-сель. Слышь? А вот, кстати, я это видел уже в конце основной ветки Ведьмака. Какого хрена они уворачиваются от этой фигни, которая супер-мега бьёт всех сразу? Там же не было такого написано, Штифа. Она бьёт, по-моему, как и силовым-то, скоростным. О, Волка убил. А они берут, уворачивают. Как мне это говорят, проворачивать свой многоударный звездовой стиль. Всё, Волк умер. Слышь, ты откуда, э? Вы как это? Не Гидра, а не Гидра. Серьёзно, отрубил одну голову, появилась вторая. Типа, убил Волка, появился второй. Он так скулит. Серьёзно, не как Волк. Как будто, знаете, он скулит, не как будто его ножом пыряют. Мечом, ножом. А как будто ему на лапу наступили, знаете, и очень больно. Так, аааа! У меня не получилось, но я пытался. Я, кстати, подумал, о звучании раз не получилось. Там звук даже другой. Там вообще это на клавесине зафигачили. Так, останки. Ласточки на зелье. Ааа, здесь. О, труп! Я не понимаю, здесь что... Рассадник трупов, что ли? Мы их тут выводим. В этом Каэрмархене. Ааа! Типа, мне по этой стороне может добраться до этой ветряной мельницы? Ни хрена себе, какая задумка. Ну ладно, я пошёл. А вот оно как, нифига себе. Я надеюсь, здесь нет этого Экселя. А как мы нашли это место? Вот серьёзно, эти ульмаки первый раз как-то должны были это место найти. Ничего, охренеть как нечего было заняться. И они бродили по свету, искали... Карету эту. Это ж... Добраться сюда надо. О, нифига, тут железная дорога есть. Тут железная дорога есть в игре. О, слышь! Оу, забыли, забыли. Всё, я пошёл. Я понял. Это твоя территория. Всё, я понял. А, ты их тоже уворотливаешь. Гори, тварь. А почему я это нигде не видел? А вот в таком агропробычном городе, как... Скажите, этот... Василёк? Или как его? Я до сих пор не понимаю, что за... Этот, скажите... Световые батареи у Василисков внутри. А, это с чешуя, точно. Но она просто очень похожа на световые батареи. Или как там? Знаете, ну, которое от солнца? Солнечные батареи. Световые батареи. Господи, что я несу? Солнечные батареи, вот. Там так же они выглядят примерно. О, вход в старую шахту. Так. Там Excel. Прекрасно. Ладно, пошли. Ну чё? Сейчас, короче, он мне будет рассказывать формулы. Всякую фигню. Можете, короче, исходить, чего-нибудь пока себе налить, поесть. Серьёзно. Я сейчас с ним буду разговаривать. Это будет... Ты-то тут откуда? Ты вообще не Excel. Я испугался тогда. еще знаете камера специально так идет видимо она я зашел и тут она смотрелся сенту я нихрена не вижу у меня есть этот видеть полутина те увидишь полутина все тип будет а тут прохода нет а то есть я просто так потратил о меч 165 10 а там можно пройти а как пройти-то алё а тут еще один а это меч трупа а так я пройду то туда реально можно пройти вы это видите да там охренеть локация то выход там я понимаю забрел сюда раньше времени да то есть мне потом надо будет по квесту нет как же без этого сначала придем потом узнаем то что мы тут вообще не званые гости потом пойдем обратно зато короче ребята вы это видите да здесь есть железная дорога мы кстати единственные ведьмаки вообще единственные кто на территории тимерии имеет железную дорогу и насрать что мы не знаем как ей пользоваться зато она у нас есть а я понял кстати мы на самом деле не ведьмаки одни из нас гриборощики и плесени рощики другие железнодорожники строители третье каменоломники мы вообще нихрена не ведьмаки мы просто каждый своим делом тут занимаемся а так как мы занимаемся тем что чем другие люди не занимаются мы решили свою организацию назвать в маке серьезно мы этот новый бизнес открыли мы получаем деньги за то чего просто другие никто не умеет а мечи мы носим просто ты куда волки здесь вообще-то у тебя как я понимаю катраша на глазах когда ты побежал вообще не в ту сторону как ты мог туда убежать самое интересное там даже ничего нет то есть там дыня ну не пустые как кустик есть но они везде вокруг то есть ладно побежал на камень который левее от меня так он вообще куда-то побежал непонятно куда вот удалой появилась волчи а это на другую сторону не мы не прибежим на другую сторону короче сабиздим что я говорю вообще сабиздим и пойдем соберем короче эти ласточки на зелье это вообще какие то я не знаю это это знаете что это фигня капуста да да это капуста или какая-то фигня короче которая в зомби против растений вот она стрелять сейчас начать а может реально у нас такая есть охране оборонительной системы охранительной оборонительной системы просто не никто не знает надо тут зомби то нет а ну да или есть может и есть не я чё это в книгах читала зомби да и в играх пока что не слышал о зомбях куда мы пришли это пока что самая бесполезная серия потому что мы опять побывали в тех местах куда нам просто еще заведомо не надо я просто определил путь дорогу стоит железная дорога я просто восхищен ты грузитесь и железного друга рано или поздно мы найдем электричество я вам отвечаю потом мы найдем просто посадочную полосу значит где-то есть рядом самолет а потом внезапно поймем что звонит будильник и мы должны проснуться это нам все приснилось неожиданный ход будет а при самое интересное знаете что будет мы просто проснемся и окажется что мы сапковский и нам это все приснилось и об этом надо написать книгу вот это поворот просто это будет самый просто этот скажите там знаете стены ломают но в дэдпуле к ломание третьей стены четвертой или пятый который я не знаю там много стен я не успел сочетать которые там метод не смогут слышь о бля а это ты все нормально а я не только нажал погоди подожди вот теперь я знаю что может силой начинать а чё ты так лопал вот серьезно ты думаешь что вот кто-нибудь сюда забредет ну кроме меня интересующегося всеми окрестностями такой еще дурак сюда взошел а но если кто-то бы упал да тогда ну серьезно если кто-то упал а они едят трупы или они их только убивают а это старая шахта это вход в шахту с той стороны япона мать давайте пойдем конечно же вайты говно спорой а тут труп все нормально ты оправдался так все больше отлично давайте заберем силу почему здесь нет территории 4 территория телепорта куда-нибудь там еще дальше дорога есть так я слышу тебя но я не вижу тебя нифигасе как я мог тебя не заметить первое отверстие в ту сторону в тюрьму интересно она с клизкой нет это я только сейчас об этом говорю она интерес противная останков ты мне не оставила да нифигасе дополнение дальше еще есть дорога кучу прикалов вы видели там вдалеке опять это говно и она вылезла еще заранее то есть мне показать типа ха ха я тут приходи я здесь есть нас здесь много вот там скелет я чего-нибудь у него позаимствую я молодец я просто я просто и фу в камеру не лези он поздороваться хотела подписчиками просто видео просмотречками вы видели да он только к нам потянулся типа эй эй привет а там чего охренеть как красиво здесь наверно раньше была вода я подозреваю что очень похоже на то что здесь был водопад да кстати там нужно было тарзанку делать прыгать сверху вниз в воду очень удобно о золотое кольцо все сейчас приедет надежда кадышева и будет петь или бабкина я не помню кто из них кто а кстати они обе надежды офигеть я только сейчас это понял есть кто нет слабо о там крест вы видите вы замечаете кстати что нахрена раньше делали вот такие в крепостях вообще во всем вот эти такие окна в виде креста это ж неудобно там как бы ничего не разглядеть там смотришь наружу видишь крест на небе как бы если они думали что туда будет не попасть о боже ты мой ну все короче ребята мы заканчиваем на этом серию знаете почему потому что впереди я вижу кого правильно этого самого медленного ведьмака из всех не в плане он какой то тормознутый он в плане какой то у него какой то речевой дефект я понял каждый ведьмак имеет какие то дефекты один имеет дефект в виде белых волос другой имеет дефект в виде речи третий вид дефект в виде того что он вообще постарел как бы ведьмаком стал 25 а ему сейчас 84 ну как так а в общем давайте на этом я с вами прощаюсь увидимся в следующей серии подписывай комментируйтесь ставь лайк с вами был пумба игрой канал тимона пумба и налоги ебать у нас меня короче откуда у меня на этом на 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 компьютере этот я забыл кудзарова я ни хрена себе не было я только сейчас его заметил в общем до новых встреч на канале увидимся пока 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 и